Глава 27 Субъективная реинтеграция Моя знакомая сова там наверху Говорит, что вы, коровы, часто бываете просветленными Если бы она бодрствовала, мы могли бы спросить у нее Но в это время дня она спит Я всегда бодрствую Я закрываю глаза только потому, что сияю слишком сильно в дневное время У нас гость, моя жвачная знакомая И требуется твое присутствие Коровы – священные девочки А я всегда присутствую, как никакая вещь Моя внешность – лишь то, что воспринимается органами чувств любого чувствующего существа Я в действительности всегда присутствую, как мое отсутствие Вы слышите? Она всегда на самом деле бодрствует в каком-то смысле И тепло вас приветствует Она признала, что она просветленная Но, кажется, она не уверена, как это произошло и когда Это не произошло И нет никакого где, в котором это могло произойти Но почему? Только реальная сущность может быть просветленной А таких не бывает Разве не таков твой опыт? Ну, как такое может быть? Один знаменитый индийский мудрец нашего времени говорил каждому Что то, что они сомнительно называют реализацией Уже существует И что никакие попытки не приведут к обретению этого Поскольку это не есть что-то, что может быть обретено И ему верили? Очевидно, нет Мне говорили, что ежегодно каждая заинтересованная феноменальная двуногая Пишет, читает или говорит об этом Медитирует и практикует Черт знает что Чтобы достичь этого Звучит довольно глупо Вы думаете так же? Только двуногие делают это Тот же индийский мудрец говорил Что реализация или освобождение Как они это иногда называют Это избавление себя от иллюзий того, что ты не свободен И даже это их не убедило? Быть убежденными Не то, чего они хотят Поскольку это лишит их драгоценных я Может быть, они с большей готовностью послушали бы древних мудрецов? Древний китайский мудрец говорил Что не будучи связанным Нет нужды искать освобождение Разве можно выразить это более просто и сильно? Едва ли Вы согласны? Другой китайский мудрец Один из величайших утверждал Что внезапно пробудится к тому факту Что твой ум есть Будда Что нет ничего Что могло бы быть достигнуто И нет никакого действия Которое можно было бы совершить Вот что такое высший путь Вот что значит быть как Будда Определенно так Но как быть с так называемым освобождением? Это то же самое В любом случае, как говорил другой древний мудрец Освобождение Это просто освобождение от представления о том Что есть кто-то, кто может быть свободен Так что в конце концов они ищут? Для разнообразия ты скажи нам А мы уточним у твоей знакомой Ладно Может быть так? Когда феномен осознает, что он есть Он пробуждается, освобождается или просветляется Но Простите, если я не прав Неплохо для зайки Но ни один феномен не способен на это Простите И что? То, чем феномен является не феноменально Осознает то, что он есть как феномен Спроси свою знакомую Ммм Редактор субтитров А.Семкин